Как сделать так, чтобы собеседник, как наркоман, которого ломает, хотел бы еще больше с вами общаться? Он сидит дома, и вот он уже готов куда-то погулять, и первое, что он думает, Михаил. Я хочу позвонить или написать Михаилу. Вы, конечно, не Михаил, но если вы будете применять эту технику, первый человек, о котором он подумает, когда захочет еще пообщаться, либо потусить, куда-то погулять, это будете вы. Главное, правильно, и каждый раз при встрече делать эту технику. Напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, потому что, когда вы подписываетесь на мой канал, я говорю, да, мать его, я буду делать еще больше годного контента, да! Поэтому подписывайтесь и ставьте лайк. Техника называется ассоциативная кайфушечка. Это значит, когда вы общаетесь, вы будете поднимать темы, благодаря которым у вашего собеседника будут вырабатываться позитивные, клевые эмоции. Если вы знаете, что ваш собеседник любит лыжный спорт, ваша задача спросить, куда ты ездил последний раз? Куда ты ездил кататься на лыжах? Как тебе там? Что тебе понравилось? Что тебя зажгло на тот момент? То есть вы задаете больше вопросов по той теме, которая его зажигает. Если ему нравится еда, то вы спрашиваете, что это за еда. Если вчера что-то клевое произошло у него, вы спрашиваете, как у тебя дела? Что у тебя было вчера? Как твои последние новости клевые? Что интересного было? И он что-то скажет. И ваша задача максимально раскрутить эту тему, насколько это возможно, да? Задавать уточняющие вопросы, чтобы он больше погружался в эту тему. Вы отслеживаете его реакцию, да, что ему интересно. Вы понимаете, что вы идете правильным путем. Он испытывает позитивные эмоции. И в этот момент он вас соединяет с этими эмоциями. И в следующий раз, когда он захочет еще больше приятных эмоций, автоматически у него будет вырабатываться слюна, как у собаки Павлова. Он будет вспоминать вас. Но опять же, нужно правильно копать в темах, которые ему нравятся. Например, вы встречаетесь с Михаилом, и Михаил говорит, «Сыр опять подорожал на 2 рубля 30 копеек! Сволочи!» И вы такие, ага, ему это нравится тема, она же негативная. Сейчас раскрутим эту тему. Нет, ребята, это ошибка. Позитивные эмоции нужны, клевые. То, что его зажигает, понятно, что негатив его тоже зажигает. Но все-таки переходите, переключайтесь на другие темы. Почему? Потому что если вы продолжите раскручивать темы негативные, вы превратитесь... Подскажи, в кого этот человек превратится? Психотерапевта. Превратится в сливной бачок. Нет, подожди, психотерапевт не сливной бачок, но я имею в виду, что именно вы будете тот человек, который будет постоянно слушать негатив. Первый в списке телефона – это будете вы. Да. А нужен ли вам этот негатив? Вам лично не нужен. А вот его позитивные моменты вам тоже пригодятся. Потому что ваше настроение что? Тоже повышается. Потому что в этот момент он испытывает клевые, классные, зажигающие эмоции. Эти эмоции он передает вам. И вы такой – да! И опять задаете ему вопрос. Он еще больше испытывает эмоции и опять передает вам. И вы такие – да! И вы оба испытываете общительный оргазм. Как я назвал вообще эту технику? Я просто ляпал в ассоциативной кайфушечке. Я гений названий. А если человек глубоко застрял в негативе, его сложно вытащить какими-то темами, которые позитивные, клевые, которые зажигают, которые вырабатывают позитивные эмоции. И у меня уже есть видео на моем канале Посмотрите, как сделать так, чтобы человек меньше вам сливал негатива Там целых три варианта развития событий, как это сделать А если вы уже ассоциируетесь с негативными эмоциями То есть ранее, до этого видео вы такие Ну, я буду постоянно задавать вопросы негативно и будет еще клево Естественно, было все плохо Соответственно, как это исправить? Ваша задача плавно переключать на что-нибудь хорошее Вы слушаете, окей Вы слушаете, что он сказал что-то негативное И попробуйте переключить на хорошее Сами сначала скажите что-нибудь хорошее Потом зададите ему вопрос Если вы знаете хорошо человека, то вы точно знаете, что его зажигает Поэтому плавно с негатива переходите на позитив Кто-то может задать вопрос Дима, я первый раз в жизни увидел эту девушку Я не знаю, что ее зажигает Какие вопросы мне задавать А я хочу, чтобы она ассоциировала меня с кайфушечками Как это сделать? Дима, ваша задача просто общаться И вы все равно будете слышать от человека определенные кайфушечки Которые он будет говорить Дело опыта Просто слушайте человека Он вам может сказать про кофе А может сказать про хорошую погоду Что вот нравится погода такая Может быть море нравится То есть просто слушайте И смотрите реакцию собеседника И вы все увидите Ну и опять же есть поверхностные темы Что тебе нравится? Какие у тебя хобби? Какая у тебя работа? А что тебе именно в этой работе нравится? Не нравится работа? Окей, молчим, все, все А какую бы ты работу хотела? Может быть у тебя есть какая-то мечта? У всех у нас есть определенные темы Ну вот у меня есть автомобиль Мне можно задать вопрос Дима, как ты относишься к своему автомобилю? Я его обожаю Я могу бесконечно много говорить об этом Потому что мне нравится моя машина Мне нравится, как я вожу Мне нравится Мне нравится руль Я его очень много трогаю И вот сейчас, когда я вам это сказал Мне кайфово стало Техника оказывается работает Ну я не сомневаюсь Это же я Я всегда даю самые клевые техники Которые точно будут у вас В топе Хорошего настроения И технику, которую вы будете применять Я хочу, чтобы у ваших собеседников Тоже было классное настроение И на сегодня Все Забыл сказать Подпишитесь на мой канал Подпишитесь на мой канал Поставьте лайкусик У меня есть телеграм-канал Вы тоже можете туда что-нибудь сделать И вообще посмотрите Мою личную страницу ВКонтакте Я там пишу все для вас Много пишу для вас Просто что у меня происходит в жизни Посмотрите